Бокер Тов, доброе утро! Мы начинаем с вами наш третий урок в понедельной главе Торы Тазрия. И написано у него Тазрия, человек обнаружил у себя на теле пятна белого цвета и написано цвета кожи обычного, а именно белые. И мы читаем, как Маше, разговаривая со Всевышним, получает указание, как вывести народ Израиля из Египта, и Всевышний говорит ему о знамениях. Маше очень долго сопротивлялся, он не хотел это выполнять, он говорит, кто я такой, и он себя не представлял, как он может вывести евреев из Египта. В общем, он со Всевышним привлекался, говорил вот так, вот так, я не пойду, пошли того, кого ты в села посылаешь. И после этого Всевышний показывал знамения, и одно из знамений говорит Всевышний, всунь руку свою за пазуху и всунь муше свою руку за пазуху. И вот он посмотрит на руку, вынул руку за пазуху и смотрит, она стала как снег, белая. То есть это что-то невероятное, свечение. И наши мудрецы говорят, что не просто так это все было, потому что Маше не соглашался вывести народ Израиля из Египта, и поэтому его постигло на мгновение вот это вот оказание царат, не просто так. Потом Всевышний, всунь руку свою за пазуху, она опять превратилась в плоть, как была. И потом мы смотрим, как Мирьям с Агароном поговорили на тему кушитки жены Маше, потому что жену кушитку взял Маше. И написано, что Мирьям была поражена проказой с головы до ног за то, что поговорила. И Агарон тоже. Мы узнаем, что он мгновенно покрылся проказой, и Всевышний ее сразу убрал, не хотел, чтобы был опозорен первосвященник. То есть, за что это происходит, ребята? За наше злоязычие и за наговоры. Так пишется в книге Севера Хенух. И это не болезнь, которую можно излечить какими-то лекарствами. Здесь никаких шансов нет. Эта болезнь уходит сама, когда мы начинаем себя хорошо вести. Мы приходим к Коину. Не написано же просто Коину. Приди к Агарону или к его сыновьям написано. То есть, это люди, которые уже на службе Коины. То есть, получается, такая служба Коины имеет право уже, видно, определяться Раат, когда им уже 30 лет и больше. Не просто Равин или какой-то мудрец Торы может определить. Он может предполагать что-то, но решение выносит именно Коин. Когда он говорит Таме, то человек считается нечистым, или Тагор это чистый, и только он знает эти пятна, чему соответствует. То есть, если пятно у человека белое, и волосы на нем тоже стали белые, и оно находится на вид как бы ниже кожи, то Коин уднит такого человека на 7 дней, проверит, если не изменилось ничего, или разрослось пятной, волосы не стали черными, потемнели, то Коин признает этого человека нечистым, и он должен жить вне стана, вне всех трех станов. Вот так. До тех пор, пока он не раскается и не перестанет делать то, что он делал, поймет свои ошибки, там Всевышний эту болезнь и уберет. Так это работает. Все, на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего папа Яков бен Нахума, у дяди Владимира бен Григорий, Павел бен Ефим, Хая Малка бот Йосин, Мира бот Аврагам, Пабе Тюри бен Харитон, Мендель бен Мендель, со здоровья Светлана бот Клара, Гитл бот Мирьям, Борис бен Мерия, Анна бот Ривка, Полина Пербацаная Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосин бен Раиса, Инесса бот Моэль, Евгения бен Берта, Евгения бот Ита, Искар Шимон бен Бейла Моттл, Фира бот Ана, Гитл бот Мирьям, И за хороший дух Арон Ария бен Двойра, Денис бен Нахум, Авигаль бот Сара. Пусть закончится эта война. Всем всего самого наилучшего. Записывайтесь на мой канал, ставьте лайки, чтобы все было для вас самого наилучшего. До свидания.